Доброго здоровья! И это ответы на вопросы. Случай в супермаркете. Здравствуйте, Руслан! Как хорошо, что вы есть и помогаете людям разобраться в необъяснимом. Со мной произошел 6 или 7 лет назад такой случай в супермаркете. Как обычно, взяла тережку. Иду за продуктами. И вдруг мне становится плохо. Голова закружилась. Резкость в глазах пропала. Стало тяжело дышать. И тут смотрю, возле стоек с хлебом стоят нелюди. Силуэты людские. Но головы каких-то сущностей. Лягушачьи или еще какие-то. Точно не помню. И все развернулись и смотрят на меня. А мне в голову идет осознание. Это чужие. Я не из этой планеты. Я выше. Тут мне становится совсем уж плохо. Думаю. Сейчас упаду в обморок. Нечем дышать. Надо быстро выйти на улицу. И через несколько секунд все прекратилось. Появилась резкость в глазах. Голова перестала кружиться. Я посмотрел снова на людей возле хлебной стойки. Это уже были обычные люди. И они на меня не смотрели. Руслан, что это было? Возможно мне стало плохо и это была галлюцинация? Или я попала в другое измерение через какой-то портал, а потом вышла из него? Или это мои высшие я проводили активацию? Или что мне этим хотели сказать или показать? Да еще был случай примерно в том же месяце. Не помню до или после случая в супермаркете. Ночью, когда я спала, резко открываю глаза и вижу под самым потолком на меня смотрят огромные глаза. Страха не было. Сильно захотелось спать. Помню, подумала про себя. Если вам надо, то смотрите. А я хочу спать. Повернулась на бок и уснула. Утром проснулась и вспомнила, что на меня смотрели глаза. Руслан, чьи это были глаза? Что они делали? В ту ночь меня не забирали инопланетяне? Заранее спасибо. С уважением, Татьяна. Ну, сейчас разберем нашим многомерным взглядом, отвечая на вопросы. Руслан, что это было? Упрощенно говоря, Ваше Я пытались приподнять ваше сознание. Они его сейчас вот как развернули, пытались приподнять, и оно как-то развернулось, вывернулось из рамок. И вы увидели то, что было за пределами всеобщего гипноза, или матрицы сознания, старой матрицы восприятия. Вы, а, чуть приподнялись и увидели, вы слегка вывернулись в эфирное пространство. Вы вывернулись в эфирное измерение. Не очень на маленькое количество времени. Возможно, мне стало плохо, и это была галлюцинация? Или я попал в другое измерение через какой-то портал, а потом вышла из него? Галлюцинация — это переключение между настоящими, действительными реальностями, существующими одновременно параллельно общепринятому спектру видений. В общем-то, эти измерения между собой следы, но для нашего сознания есть разделение. Мы ограничены видением. И вы видели. А вообще-то галлюцинации — это сейчас принято отметать в сторону что-то нереального, но это реальность. И когда-то про галлюцинации будут говорить, что это через много лет, когда поймут, что есть галлюцинации, будут считать, будут даже разложены галлюцинации на разные составляющие. Точнее, на разные видения или переключения или изменения реальности измерений видений. Настоящих, существующих в этот момент. Или я попал в другое измерение через какой-то портал и потом вышла из него. Да, можно близкое такое объяснение. Можно и так сказать. Или вас прямо в портал запустили. Вы попали в столб света, который спроецировали ваше «я» из двух измерений на вас. И вас пытались чуть-чуть вытянуть, вытянуть в рост, как бы в вибрациях подтянуть. Но для вас, вашего тела, это было слишком трудновато, потому что у вас ускорились многие процессы, как физические, так и энергетические в тонких телах. И это сразу выбило некоторые загрязненности и токсичный эффект произвело. То есть чистка такая произошла мгновенная, поэтому вам стало плохо. То есть из вас токсины повылетали, вы знаете, как пробки, поры клеток были закуплены, и вдруг вот эти пробки стали вылазить, и пошел запах. Токсические старые вещества, разложившиеся, застрявшиеся, то есть в вас застрявшиеся вещества, которые уже использовались, дали запах, дух. И произошло такое мини-отравление, из-за которого ваше физическое состояние показалось, что вам стало плохо. Но это действительно так, потому что это токсикологическое, очень ускорительное, ускоренное отравление или эффект. Ну, ваши я увидели, что сейчас слишком ваше тело выходит из строя, поэтому остановили процесс и вернули обратно. Хотя и не на 100% вернули, чуть-чуть, вы остались чуть-чуть приподнят в состоянии, хотя в большей степени вы вернулись назад. Но уже не в то состояние, в котором мы были до этого. То есть, некоторая чистка произошла все-таки. Хотя и мизерная. Или это мои высшие я проводили активацию? Вот, вот это похожее, да, объяснение. Хотя очень обобщенное и примерно искаженное, но это близко. И что мне этим хотели сказать или показать? Вообще-то вы с их точки зрения здесь застряли, и они хотели чуть ускорить ваше... Ваша эволюция, получается. Или ваш ход развития ваших тел и... Они попытались дать и искусственное... Хотя можно все-таки естественно назвать. Это же ваше я, это же не внешние какие-то причины. Попытались дать вам ускорение. Мини-эксперимент. Попробовать. Как это скажется на вас? Они сделали, убедились, что слишком токсически, слишком сложные и болезненные это для вас, поэтому оставили вас чуть-чуть приподнятой, но чуть-чуть вернули назад. И что мне этим хотели сказать и показать? Вроде я сказал, да. Да еще был случай. А что хотели этим сказателям показать? Показать хотели истинную суть окружающих людей. Шучу. Хотя это частично правда. То есть вокруг же были люди, смотря обычным зрением, но оказалось чуть-чуть из другого измерения, они выглядят уже не как люди. Хотя силуэты все еще, тела еще ближе к людям. Вы увидели тех, в людях, тех, кем они были до этого, до людей, где они воплощались. Там были разные, там был не один и тот же вид, например, лягушачьих. Потому что вы, сейчас, на голову каких-то сущностей, лягушачьи или еще какие-то, точно не помню. Вот. Вы обобщили, там одна точно была похожа на лягушачью, а другие отличались. хотя у вас ясности полной не было еще, так как бы замутненное было. Поэтому вы ближайшую, а, вы увидели, вот что, вы узнали одну сущность лягушачью, потому что вы сами были когда-то подобным типом внешности, обладали, похожим на лягушачью и рижабью. Ну, да, это ваше прошлое, поэтому вы узнали в первую очередь сущность родственную себе. И остальных вы не успели осмотреть, и там было подзамутнено, но вам могло показаться, что остальные тоже подобны и вам, и этой вашей родственнице. Но остальные имели другую внешность. Да. нелюдскую. То есть, вы увидели прошлые жизни, можно так сказать, очень тоже грубо искаженно этих сущностей или сегодняшних людей. Да еще был случай примерно в том же месяце, не помню, до или после случая в супермаркете ночью, когда я спала, резко открываю глаза и вижу под самым потолком у меня смотрят огромные глаза. Страха не было, сильно захотелось спать. утром проснулась вспомнила чьи-то были глаза. Вот. Это отображение одного из ваших я, которые как раз рассматривали вас, что вас можно изменить, что улучшить, как усовершенствовать. Это их эксперимент. Можно сказать, что то, как мы экспериментируем с братьями меньшими или очень маленькими, с насекомыми, вот примерно то же самое было. У них был свой эксперимент над своей мизерной частью. И они вас глубоко сканировали в это время. И вам захотелось спать, потому что от них идет очень благотворная энергия, от которой хочется разомлеть, или уснуть, подремать, или медитировать. Но если человек не готов медитировать, то скорее всего клонит в сон. Что они делали? Они сканировали вас. В ту ночь меня не забирали инопланетяне? Ха-ха. Инопланетяне? Мне не дают ответ на этот вопрос, потому что это было бы нарушением свободы воли. Если вы увидели инопланетянина, как вас забирают, или как вас возвращают, тогда вы бы уже открыли начало или конец этой истории. Я бы продолжил или развернул бы то, что вы развернул бы то, что там происходило. но поскольку вы этого не сделали, то говоря то, чего вы даже не начали, я бы нарушил некоторый закон. Как? Нет, не свободы воли. Там есть какие-то правила, когда я не могу говорить то, что меня что прикрыто на время. Но когда, если вы что-то вскроете и начнете, это значит одобрение, что это уже можно рассказывать более подробно, более емко. Продолжать развертывать и объяснять, отвечая на вопросы, что это было и как это выглядит с точки зрения многомерности или некоторых чуть более высоких или параллельных измерений. Я думаю, я ответил на вопросы на основные. И если у вас по этой истории будут дополнения вопроса или любые другие вопросы по другим историям, или у вас свои есть истории, которые у вас будоражат, или вы знаете истории ваших знакомых, или читали, смотрели где-то особенные истории, можете их размещать у меня на сне ВКонтакте с вопросами, что вас там интересует. Я объясню, расскажу, вскрою просканирую, просмотрю, продиагностирую и с разных точек зрения, с разных измерений, если нужно будет более глобальный ответ, многомерный, и у вас приоткроется больше ясности на тот или иной вопрос, или расширится ваше понимание этого мира и себя. на этом все пока до следующих встреч .